Равняйсь! Мира! Равнение на лево! В стане современных белорусских казаков согласия нет. Одни официальные, зарегистрированные в Минюсте, носят форму установленного образца и не признают остальных. Люба! 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 Другие те, что причисляют себя к казакам, как они сами говорят по зову сердца и праву исповедования православия. У этих альтернативных казаков зачастую нет чинов, а форму они придумали себе сами. И те, и другие своим родоначальником считают шляхтича Константина Поклонского. В 17 веке на Могилевских землях он создал казачий полк. Подчинялся Поклонске московскому царю Алексею Михайловичу, но вскоре перешел на сторону Речи Посполитой. Современные белорусские казаки поворачиваются на запад, пока не готовы, а смотрят только в сторону Москвы. Верховный атаман официального объединения «Белорусское казачество» и, как он сам себя называет, потомственный казак Николай Олахович – сторонник русского мира. Вот только Россию он видит в качестве союзника независимой Беларуси. Заявление, что граница будет в Бресте, это заявление людей, в данном плане, большей части провокаторов. Если он русский, в казачьей форме, пойдет на белорусов в казачьей форме, я стану на сторону Конституции. Политическая партия Олаховича поддерживает президента Лукашенко и действующую власть. В ряды белорусского казачества принимают женщин и даже детей. Ольга Миколуцкая отдала своего сына на воспитание к могилевским казакам, когда ребенку было восемь. «Во-первых, это формируется отношение к матери, отношение к женщине, отношение к родине. Он будет хотя бы в какой-то мере подготовлен с тем, что может случиться внезапно. То, что мы называем каким-то вооруженным конфликтом». Но работой с детьми и подростками занимаются не только официальные казаки. Именно от связи с неофициальными предостерегает атаман Олахович своих подчиненных. «Типа какой-то Шапко, который примазался здесь, кстати, тоже к вам. Предупреждаю. Провокатор очередной». Петр Шапко – один из представителей неофициальных казаков. Он называет себя настоящим патриотом. Однако в ряде белорусских изданий его подопечных нередко именуют зелеными человечками и сторонниками русского мира. В его самой радикальной версии, согласно которой белорусы и украинцы – это русские, а значит, и жить должны в одном государстве. Шапко даже создал клуб «Казачий спас». Год назад к обсуждению деятельности подобных движений подключился даже Александр Лукашенко. «Если у вас есть факты, что где-то там по лесу некие черносотинцы бегают, мы их быстро выловим». Впрочем, никаких действий власти в отношении казачьего спаса после этих слов не последовало. Сам же лидер организации все обвинения в измене родине отвергает и угрожает СМИ судебными исками за клевету. Дать интервью программе «Настоящее время» Петр Шапко отказался. Поэтому где начинаются границы его русского мира и где заканчиваются, нам узнать не удалось. Анна Мазенко, Павел Подобед для программы «Неделя из Минска».